Реконструкция футбольного поля в Сергаче за 16 миллионов рублей сделала его опасным для игроков. Тренерский состав откровенно называет проведенные работы плевком в лицо юным спортсменам, их родителям и тренерам. Вот в середине поля, я не знаю, похоже больше на лунку для гольфа. Хотели спрятать это, крошкой засыпать. Вот, и ногу сломали. То есть, ребенок или взрослый, кто будет играть? Как можно играть на таком поле? Вот эти проплешины, ребенок повредит голеностоп, хорошо будет растяжение, а если он сломает голеностоп? Мы с кого спросим? Мы спросим с тренера, а тренер скажет, обращайтесь к руководству ФОКа. Где стоят, мы поставили фишки, это везде дыры, где это некачественный газон был положен полосками. Его можно, конечно, поменять, но в данном случае он некачественный. Вот прямо дыры, вот они. Яма, которая просто засыпана крошкой, чтобы более-менее казалось ровное поле. На белой линии, на штрафной, по ней можно глазом определить, что поле совершенно неровное. Ворота, они должны стоять на линии ворот. Вот ворота, вот линия, как мы видим. Вот так все сделано, склеено, приклеено. Здесь должно быть закреплено, конечно, со штангой. Все склеено, выровнено, чтобы никто ничего здесь не торчал, не мешало. Но даже вот эта вот сторона не приклеена, как мы видим. У нас как бы проходит соревнование сейчас, и мы не можем на все поле проводить его здесь. Из-за ворот. Новое поле, клок газона, то есть вырван. Ямы, ничто не выровнено, не сделано. В ноябре, перед концу года, привезли вот это поле, вот так расстелили, работы приняли. И сказали, мы потом доделаем. Директорам было озвучено 16 миллионов рублей. Соответственно, здесь никто ничего опять не делает. Между собой с меем за 16 миллионов, здесь можно поле с подогревом сделать, чтобы зимой наши ребятишки занимались. Качество поля стало гораздо хуже, чем было раньше. Наши дети даже, они, ну, сами сказали, что мы лучше бы на старом играть, пускай оно было просто там волнами. Мы хотя бы там не боялись, что в какую-то яму попадем. Ты бежишь, ты чувствуешь неровность, то есть тебе неудобно даже бегать, у тебя ноги проваливаются, все остальное, неудобно бегать. Какие деньги были сюда вложены, ну, это кошмар просто, я не знаю, куда стучать, кому звонить, до кого там, кому писать. Я считаю, что это, не знаю, плевок, ну, всем, кто занимается спортом, в частности в Северном районе, детям, взрослым. Согласно сайту госзакупок, контракт по реконструкции этого поля считается исполненным и завершенным в прошлом году. И деньги за него подрядчику уже выплачены в полном объеме. Представители сергаческого фока заявляют, что на поле, да, были неровности, они этого не отрицают, но они самоликвидировались или ликвидируются. Были неровности, нам его вскрыли заново, опять выровняли площадку, засыпали песчаную подушку, опять уложили. Теперь идет вчесывание именно песка и крошки в материал, чтобы выровнять все недочеты. Но ведь изначально можно было такое полотно положить и привезти, которое не надо было засыпать, которое было бы нормальным, ровным, без этих ям. Это технология такая, это технология укладки в футбольном поле. Не вот идеальную ровную, никогда идеальную ровную не сделаешь. Эту технологию прямо именно вчесывать, чтобы ворс, когда песок и крошка вчесываются, при играх футбольных не вычесывается этот ворс. Если это не сделать, то как раз он будет вылетать. В данный момент сейчас идет вчесывание. Мы сейчас ждем еще партию материала, чтобы это дальше вчесывать. Именно втирают туда, вовнутрь, всыпается специальная машина. Машина у нас, она вот здесь стоит. Но вы вот эти ямы видели? Видели, но она будет исправляться. Без этого никак. Но ее же не должно быть. Согласен. То есть это вина кого? Подрядчика? Почему подрядчика? А кого? Мы выясним в дальнейшем, это как и при монтаже, что и как это, почему получилось. 16 миллионов это довольно-таки крупная сумма. И честно говоря, в глядя на новое полотно, нельзя сказать, что не видно этих 16 миллионов. Вы не эксперт, поймите. Что вы видите, не видите. А на ваш взгляд, вот это все стоит? Идут монтажные работы. Сколько они еще продлятся? Я думаю, что месяц точно. Подрядчик, как объяснил, почему у такого качества было покрытие привезено и постельное? Качество покрытия очень хорошее. Все зависит от материала, от песка, от крошки. Это все не так быстро, как бы сказать, как хочется нашим местным жителям доставки этого материала и укладки этого материала. Кстати, сергаческие футбольные тренеры, которые такой позиции руководства ФОКО недовольны, обратили следственный комитет с просьбой провести проверку проведенной реконструкции поля и выплаты за такую работу 16 миллионов рублей.